Улица Калинина 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 электропередачи по очень интересному вопросу. Из Москвы выделили 15 тысяч рублей, по тем временам огромные деньги, на развитие культуры среди торфоработников, но они не были израсходованы. И он общался с жителями нашего города, поселка электропередачи, и действительно он в своих воспоминаниях говорит, что вечерами голосистые девушки, приехавшие к нам из Рязанской, Владимирской губернии пели, как скворцы. Третья версия, которая, мне кажется, имеет под свое большее основание, так называли сезонных рабочих. К нам ведь приезжали на торфоразработки со всех губерний Российской империи. Селиться им здесь было запрещено вплоть до 1915 года. И вот люди, которые жили непосредственно в поселке электропередачи, а их было не так уж и много на первый момент, всего 1400 человек. А приезжих, эта цифра доходила до 18 тысяч за сезон. Их называли скворцами, то есть они были как перелетные птицы, покидали свои родные дома, устрепляли сюда, в теплые хлебные края на торфоразработке, а потом возвращались домой. И вот, позволю себе такую аналогию провести, я склоняюсь больше к этой версии. Почему? Потому что в Туле на подобных разработках сезонных рабочих называли собаками. Ну, не знаю, насколько это обидно звучало для них, но мне кажется, название скворцы все-таки более лирично и душевно. Улица стоит на берегу теплого озера. Старожилы помнят, как люди даже зимой, так как вода была теплой, часто приходили сюда помыться и постирать белье. На это влиял и тот факт, что по распоряжению дирекции электростанции стирать белье в озеро Газбужье было запрещено, а на теплом озере делать это было можно. Игорь Александрович, а на этой улице были только жилые дома, не было каких-то предприятий, объектов культуры и тому подобного? Да, здесь жили торфоразработчики, горняки, как они гордо себя называли. Здесь дома барачного типа, некоторых мы видим сейчас, ну и сегодня улица стремительно меняет свое лицо, появляются благоустроенные современные дома, но никаких предприятий здесь не было. То есть здесь жилой квартал, но хочется подчеркнуть, что скворцы не были улицей. Во всех документах он как проходит, как участок торфоразработок, то есть дома, а вокруг необъятные болота. Вот с левой стороны от нас, чуть западнее находился огромный торфяной массив, сторожилы наверняка помнят это название, назывался он скрепер. И вот торфянники, жив на скворцах, уходили на работу туда и возвращались потом в свои дома. Уважаемые телезрители, сегодня мы вам рассказали об истории улицы Калинина и об одной из версий появления урбанизма скворцы. Какая из них правильная решать вам, ну и следите за нашими следующими выпусками.